Температурный рекорд сразу в 30 городах России. В Москве воздух прогрелся до 32 градусов. Побит рекорд конца 19 века для 2 июля. Асфальт на солнце раскалялся до 60 градусов. И в ближайшие дни жара может усилиться. С чем связаны такие аномальные температуры, как их пережить и когда придет проклада? В 30 городах России зафиксировали температурный рекорд. Столбики термометров поднялись выше отметки в 30 градусов даже на севере Пскове и Санкт-Петербурге. А в Москве же во вторник был побит рекорд 1890 года. Воздух прогрелся до 32 градусов. О причинах аномальной жары и о том, как ее пережить Алина Орлова. Рекордная жара могла стать причиной взрыва газового баллона на крыше рейсового автобуса. В результате инцидента на севере Москвы пострадали водитель и пассажир. А сам баллон ударной волной выбросила в соседний двор. В Дептрансе сейчас устанавливают причины происшествия совместно с компанией-производителем автобуса «ЛиАЗ». Эксперты же допускают, что взрыв вполне мог произойти из-за жары. И это повод окинуть взглядом свою квартиру или дачный участок и спрятать от Солнца все то, что может взорваться. Продолжает ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов. И так называемое общение с сосудами под давлением. Газовые баллоны, аэрозольные баллончики и даже огнетушители. Если их оставить на открытом Солнце на длительное время, эти сосуды под давлением могут из-за резкого нагрева и перепада давления взорваться. А какие еще предметы нельзя на Солнце? Это оставлять аккумуляторы, допустим, что-то подобное. Вряд ли аккумулятор может загореться, оставаясь на Солнце. Ну, в таких случаях я не слышал. Потому что он может выйти из строя. Он может перестать полноценно функционировать. Но чтобы он был источником пожарной опасности, я такого не знаю. Из-за аномальной жары городские службы в Москве работают в усиленном режиме. А в общественном транспорте бесплатно раздают воду. Медики же предупреждают, что во время зноя надо думать не только о том, чтобы обезопасить себя от теплового удара. Ведь проблемы со здоровьем могут возникнуть совсем не из-за жары. Предупреждает медицинский директор клиники МАММА, кандидат медицинских наук Антон Иванов. К сожалению, мы имеем дело с обратным явлением. Когда к нам сейчас поступают пациенты, кто вот спал под кондиционером, просто попадают с пневмониями очень часто. Вот так бывает, что спасаются от одного, а попадают совершенно другим. В ближайшие дни столбики термометра в европейской части России продолжат подниматься, отмечает ведущий специалист информационного портала Метеоновости Татьяна Познякова. Южные потоки, то есть воздух у нас приходит к нам с Балкан или с Северной Африки порциями. Сначала на Балкан, а потом на европейскую территорию России. При небольшой облачности, или даже переменной облачности, воздух в течение дня быстро прогревается и достигает в наших широтах экстремально высоких значений. Максимальная температура. Но в последующие дни трансформация этого воздуха продолжится, он продолжит прогреваться, поэтому мы ждем, что рекорды у нас вознужны и завтра, и послезавтра. Аномально жаркая погода у нас удержится до пятницы включительно, когда аномалия температуры среднесуточной будет превышать отметку 6,6,7 градусов. Но в пятницу характер погоды будет меняться. Синоптики предупреждают, на смену аномальной жаре в пятницу вечером в Москву придет ураган, и по силе его можно будет сравнить с тем, что обрушился в начале недели на Петербург. Скорость ветра в северной столице тогда превышала 30 метров в секунду, а всего за 20 минут выпала треть месячной нормы осадков.